Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Куроктианапа. Зовут меня Юрий Азаровский. Подписывайся, если ты еще не с нами. И сегодня мы с вами поговорим о нововведениях на 40 лет победы. Спуск к морю. Это очень приятный пляж. Во-первых, тут заработала парковка, хотя парковку бы хотелось побольше, так как машинам не хватает места. Ни одного свободного нет. Очень круто, что нас слышат. В прошлый раз приходил, говорит, вот было бы классно, если бы здесь обновили детскую площадку. И сейчас мы можем видеть, что устанавливают новые современные детские городки, тренажеры для подтягивания. И это еще не все. Приезжаешь как будто на воссоздание каких-то своих фантазий, самых лучших, которые только мог себе представить. Паковку залили бетончиком. Будем надеяться, что оно очень долго нам прослужит. Приветствую. Хорошего отдыха. Приятно встречать таких вот маленьких подписчиков. Есть кофе, магазин продукты, пиццерия, кафе поесть. Здесь еще парус кафе. Ну и купить раздельные напитки со всяким фастфудом. Но это, друзья, не какая-то фантазия наша. Анапская новая набережная. Белокаменная, красивая и прекрасная. И это просто фантастические виды. Здесь построили кафе Парус. Второе тоже закрыло вид на море. Ну, говорят, что по дизайн-коду оно вписалось. Ну, давайте посмотрим, что они еще предложили. Несмотря на то, что у нас запрещено катание на велосипедах и самокатах, они здесь задаются в аренду и также катаются. Здесь реализовали такую вот стеклянную набережную. Правда, в доступе остался только кусочек. Но эта территория автоматически вся отошла кафе. В общем, как и все у нас в Напе. Но виды в таком кафе, конечно, фантастика, да? Посидеть, особенно на закате. Было бы очень круто в царском кресле. Вот так бы всю набережную туда до конца. Посмотрите, какая красота внизу. Виды просто шикарные, друзья мои. Если пойти в ту сторону, можно дойти до нашего маяка, прогуляться вдоль кладбища. Очень классная прогулочная зона. Единственное, там жарковато. А также там два спуска еще есть. Тургеневский и Трудящий. Кстати, Трудящий – это деревянный спуск. Парковочная зона очень большая. В любом случае, она бесплатная парковка. Надеюсь, что такая останется. Вот, допустим, еще одно свободное парковочное место. И здесь два. То есть, в принципе, фигня в августе. Места, чтобы постоять и приехать, полюбоваться на нашу набережную есть. Также здесь санузел имеется. Туалет стоимостью 30 рублей можно прийти. Мечталось, конечно, бесплатно. Но бесплатную реализацию туалетов мы уже увидели. И немножечко все, так сказать, подохренели в нашем городе. Я думаю, что никто особо и не захочет. Здесь, видите, готовят к запуску что-то типа кафе. Подкрашивают крайние досточки. Будет очень красиво. Есть велодорожка, по которой, кстати, иду. И здесь красивая прогулочная зона. Туи, которые высадили, 50% уже засохли. Надо было делать еще полив к ним. Ну, я так понимаю, что они сделали. И поэтому и газон, и все остальное здесь погибает очень быстро. Не реализована уборка вот этих вот всех проводов, которые там висят. Я хотел бы, чтобы их убрали под землю. Потому что они вид портят еще больше. Запустились кафе уже. Еда в суши 34. Обеды от 179 рублей. Вот на такой красивейшей набережной. Шикарно. Я прогуливался в прошлый раз и с вами только по верхней части. А теперь еще для доступа открыта нижняя. Поэтому я с удовольствием вас приглашаю прогуляться именно в нижней части. Закаты у нас, ребята, отсюда снимают просто восхитительные. Потому что такое количество белых балясин на проходах моря выглядит как супер вау-эффект. А здесь еще на фоне вот это место называется Юрина гора. Это вот Лысая гора, а вот тут мыс Юрина гора. Выглядит просто такой вау-эффект. Это точно не Анапе, ребята. Ну, хотелось бы, чтобы весь город выглядел именно вот так вот. И обидно, что, знаете, какие-то такие простецкие ошибки при проектировании. То есть не сделали полив воды. Я, кстати, фотографии скидал. У нас есть телеги, чтобы вы понимали, тут нет нигде слива воды вот с этой зоны. То есть когда проходит дождь, здесь все затапливает тазик. То есть вот такие косяки, детские, это все решаемо. Я думаю, дырдочки просвелят и все будет хорошо. Но как не спроектировать сразу же водоотвод, это круто на самом деле. Сделали, в общем, вот эту часть как бассейн. Привет всем! Хорошего отдыха! У нас классно! Тонце море! Вода теплая! Приезжайте все к нам в Анапу отдыхать! От души вам тоже хорошие прогулки. Это наши местные подписчики. Их благодарим. Кстати, я не сказал, смотрите. Вот здесь что-то типа есть ливневого стока. Походу пробивали уже по факту. Здесь вот очень интересно вот эти зоны выглядят. То есть посерединке ступеньки. А здесь вот на этих плитах можно сидеть и смотреть, как в театре на закат. Который выглядит просто сумасшедчески. Здесь снизу у нас идет строительство вокал-площадки, которую организовали наши там молодые депутаты. Сумасшедший вид, ребята. На море Анапа и белые балясины. Выглядит это, как я ее люблю просто уже. С всей душой. Такую красивую и прекрасную. Как я не мечтал об белокаменной набережной. Особенно в этих местах. Ненавижу эти дома сзади. Я против того, что они здесь появились. На самом крыле, на самом брыле. Но, повторяю, у нас даже губернатор приехал. Я просто не знаю, кому еще было обращаться. То, что такое бездумное строительство идет. Он сказал, никто уже не виноват, ничего сделать не можем. Радуйтесь хоть вам, что набережная сделает. Вот так и живем. Набережная рада инфраструктуры, которая вокруг нее появляется. Тоже прям от души рада. Это великолепно. Здесь все недочеты полугорают. И все сделают, как в лучших домах Анапы. И хочу какие-то другие страны подобретать. Хочется гордиться брендом города Анапы. В конце набережной возле Утесово. Которого там аж 5 звезд нарисовано. Есть еще одна зона для отдыха. Также можно посидеть на вот этих вот местах. Здесь по вечерам происходят разнообразные действия. Такие, как великолепные виды погружения солнца за горизонт. Также бывает играет сексофон. Смотрится это ну просто. Чуть не упал. Почти умопомрачительно, ребятки. То есть посмотреть, посидеть, так сказать, кайфануть. И получить все морские эмоции от души. Неспешно прикупил себе кофеечко. Это классно. Туда направо можно пройти в Ореховую рощу. А сюда дальше хотелось бы бесконечно прогуливаться по обрывам Анапских. Рассказать берегов, но, к сожалению, не везде это возможно сделать. Ну а теперь меня ждет обратная дорога и спуск уже к морю по 40 лет по Вене. Орешка, кстати, очень классное место, где можно прийти, посидеть в тени. У нас каменечка. Я, кстати, не знаю, там свет дали. У нас, в общем, там очень много проблем. Будем надеяться, что их тоже все решат. Марианапа у нас начала бороться с амброзией. Ну, где-то борются, где-то ее выращивают. Можете видеть, тут целый газон засеян. Именно амброзия. Прямо вот наша белокаменная набережная. Так, честно, конечно, дома смотрятся симпатично. Но страшно, я говорю, что это на обрыве все стоит. Ну, а что взять, чувство вообще в скалу выдолбили. То есть, если одному можно, то и другие подтягиваются. Тем более, здесь квадратные метры будут стоить очень-очень больших денег. Тем более, это апартаменты, коммерческая недвижимость. То есть, не остановить, как говорится, полет фантазии. И подсчет средств, которые будут опускаться в карманы людей, причастных к данному действию. Поэтому даже губернатор не нашел. Честно говоря, говорит, никто не виноват. Я никогда это не забуду. Говорит, уже ничего не сделать. Говорит, ну окей. Хотя, честно, из тех объектов, по которым я туда приехал, ни один объект не снесен. Хотя были обещания у нас на это. Ну, скажите, что шикарно и совершенно не кажется, что мы находимся, как говорят, зачуханной, замызанной Анапе. А кажется, что мы где-то там, на каком-то супер популярном фешенебельном европейском курорте. По-другому даже свои эмоции не выразить тут. Если не прав, пишите. Мне, по крайней мере, заходят. Я иду, получаю удовольствие по полной программе. Максимум комфорта, кайф. Единственное, не хватает идти, не жарко. Просто писец от асфальта идет и снизу. Поэтому людей так сейчас немного на закате. Здесь все оживает. Вечернее время надо будет с вами обязательно здесь оказаться. Вот он сейчас сверху отсюда. Идет на эту набережную. Люди прогуливаются. Ну, просто фантастическая красота. Отсутствие полива. Прикиньте, сколько денег уничтожно. Рулонный газон, туи. Все, каток под хвост. Просто думали, что к кому-то само приживется. И все. Зато амброзия пробивается сквозь этот рулон. И тоже растет. Спуск моря. После трагедии, которая здесь произошла с электрокаром, я думаю, что машинки тут больше не ездят. По крайней мере, я их не вижу в данный момент времени. Здесь вот так вот укрепили склоны, чтобы не осыпался грунт. С правой стороны кафе Шатер первый этаж уже запущено работает. Ну, и та зона, которую я вам показывал ранее. Также здесь есть европейская кухня Гастро Пойнт. Можно прийти, заказать еду. Сесть, поесть, посмотреть с видом на море. Кайфануть, как говорится, по полной программе. Сосны пытаются выживать при этой жире. Мы им желаем, как говорится, удачи. Конечно, было бы очень круто, если бы они здесь прижились. И скоро потом, в дальнейшем, вырос, как говорится, лес. Чтобы потянись, то или спускаться вниз. Но надо еще и туда сажать. Здесь со скал можно разглядеть вот такую красоту. Можем увидеть, что водоросли прибилов. Кто говорит, на каменных пляжах их нет, они бывают тоже. Это вот такие именно водоросли каменных пляжей. Видите, вот как коричневых называют. О, Красное море в Анапе. О, ужас, шок, что произошло. По пути можно купить водички попить. Мороженики тоже продаются. И здесь стоят вот такие вот домики. Просто есть, это будут душевые и туалеты. Установка производится под разные конструкции. Я вижу, что элементы скалодрома здесь присутствуют. Разнообразные вот полозиты. Может быть, что-то типа, как в парке Галицком. То есть, там скамеечки для того, чтобы наблюдать за морем. Слушайте, какая красота, ребята, просто получается здесь. Здесь я сейчас смотрю, у меня создается балл-эффект. Сел такой, смотришь на море. Слушайте, впервые прямо рад каким-то нововведениям, которые появляются в городе. То, как я даже, наверное, не мечтал. По-другому сказать, то есть и спортивные секции. То есть здесь будет, я так понимаю, именно полоса препятствий, которые надо будет проходить. И лавочки, чтобы покачаться. И просто скамеечки посидеть. Все это под видеонаблюдением. Я говорю, не хватает только туалета. Да пофиг даже платного с душком. В общем, мы очень сильно ждем. Хочется посмотреть завершение. Всего этого. Но строят довольно-таки быстро. И это будет, наверное, визитная карточка города, корректа Анапа. В таком сумасшедшем месте. Такая полоса препятствий, конечно. Еще бы хотелось, чтобы на 100% было бесплатно. Я в это верю, прям надеюсь. Очень сильно. И хотелось бы, чтобы наша молодежь относилась к этому. Прям с должным уважением. Чтобы не уничтожали все это. И не с лавочки стоять ни в ту сторону, ребята. Кататься хочется туда. Потому что вперед, чтобы смотреть на море. Это была бы прям нереальная красота. Вот видите, для занятия спортом. Очень круто. По-другому не сказать. Друзья мои, площадку расширили. То есть поменяли. Вот я говорю, поручни красят старые. Нет, заменяли полностью. Молодцы, что слышат. И это будет просто пушка. Я уже это чувствую. Диск, кто захотел не качаться, пошел пожарил шваки. Очень такие вот дела. Выглядит это, ну прям очень круто. Мы продолжаем наш маршрут по спуску. Но сначала, я думаю, что взлетим немножечко. Посмотрим все это сверху. Надеюсь, сегодня наш дрон не сильно закосячит. И мы как можно больше красоты успеем заснять. Заснимаю я там много. Но вам показывать получается по 2 минуты. Не знаю, что происходит. Я не засуну другую флешку. Просто GoPro 8. Что-то ведет себя очень плохо. Какая красота. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 пляжи у нас в последнее время в телеграм канале сегодня выложил видео как там женщина в кб пришла за алкоголь абсолютно голая вчера мы видели аварии голые женщины позавчера видели в сочи девушка на пляже голышом с портфелем и зонтиком то есть по-моему это уже сверху избытки девчонки уже даже не знают как привлечь в себе внимание отсюда начинается зона пешеходная знак установленный вопрос этой машинки до которая здесь летела с набережной как она здесь оказалась есть один сход вниз вот отсюда и можно туда дальше пройти там дальше спасательная будка красный флаг висит потому что мы туда прогуляемся покупка напитков здесь вот по такой стоимости возможно также есть все нужные вам изделия для моря тут продается огромный выбор разнообразных резиновых тапочек потому что здесь лучше всего в ним ходить и вот пожалуйста цены по ним очень удобно все это увидеть так что если вдруг вам надо можете прям здесь на берегу все это себе купить лучшее место на земле райское море привет дорогая тебе здесь скамеечки стоят бесплатно рыбка ну ее сейчас нельзя кормить скажем портит вид поэтому просто в формате стоит на зимой откроют и можно будет подкармливать мусором после трагедии здесь установили столбики что больше никто не мог скатиться я надеюсь что с там все хорошо который пострадал под той машинкой добрались на водичке людей никто не выгоняет с моря пусть мы принципе то запрет стоит но по факту глазами все видно что хорошо и видите вот туда далеко заплывают ну что никаких течений сейчас в принципе и быть не может не так уж и многолюдный пляж если пройти за сторону там есть спуск 300 800 деревянный спуск неработающий ступени и там тоже люди отдыхают я долетел но поверх уже до 300 ступеней ближайшего мало мобильные граждане жаловались что вот здесь они спускаются спокойно а дальше вот для колясок ни для чего принципе предназначенных спусков нет температура воздуха 34 с половиной градуса у нас возле моря честно очень жарко даже очень очень жарко и сейчас мы идем до водички закинем наш градусник и узнаем какая температура у нас морюшка я думаю что сегодня вам еще в конце поставлю море для удовольствия водица у нас 29 и 2 показывает очень горячее море друзья здесь на камушках водичка просто шикарная походить за рыбками понаблюдать крабики ползают немножко моктоватая здесь туда в форме вы видели там вообще бурненькая такая с водорослями но в любом случае море не может быть не прекрасно вы увидели пляж 40 лет победы обширная территория это именно каменный не галичные пляжи анапы различайте потому что здесь большие волны сложный заход в море но дальше прекрасная водичка плавайте с маской здесь когда на прозрачное одно восхищение там такие гряды каменные такая красотища в общем для вас море еще напоследок вам не говори до свидания не говори прощай а увидимся в следующем видео чтобы не пропускать их нажимайте на подписку и нажмите на поделиться приглашайте к нам своих друзей можно не приезжать можно просто любительно наслаждаться особенно когда она меняется вот в таком позитивном ключе но я побежал на вам море как я и обещал берите обязательно тапочки я смотрю как девушка заходит прям бедная несчастная вот а а а а а а Продолжение следует...